МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Миллионные инвестиции. Глава Чуваши Михаил Игнатьев побывал на предприятии Волгостальконструкция. Я знаю саду цвесть. В Чебоксарах этим летом появятся сотни клумб. Право, какое затруднение, выбор. В русский драмтеатр вернулась гоглевская женитьба. Основные направления бюджетной политики и меры по стимулированию экономического развития таковы основные темы единого информационного дня, прошедшего в республике. Глава Чуваши Михаил Игнатьев и глава города Чебоксара Леонид Черкесов встретились с коллективом предприятия Волгостальконструкция. Предприятие удерживает лидирующие позиции в Повожье среди строительных по изготовлению и монтажу металлоконструкций. Созданное в 1969 году ООО ВСК приняло участие в возведении крупных промышленных объектов и объектов гражданского строительства Чуваши. Здесь трудятся более 300 высококлассных специалистов. Производственные мощности позволяют в кратчайшие сроки изготавливать и монтировать металлоконструкции любой комплектности и сложности. Активно внедряется современное высокоэффективное оборудование. Они работают на благо трудового коллектива, на благо города Чебоксария, на благо Чувашской республики. И являются, можно сказать, патриотами экономики Российской Федерации. Потому что выполняют государственные гарантированные заказы Министерства обороны. А там же требования очень жесткие. Надо выполнять не только по срокам, и по качеству надо выполнять. Сотрудников Волгостальконструкции интересовало, какие меры в сложный экономический период предпринимает правительство республики, чтобы не просто удержать достигнутые показатели, но и обеспечить рост производства. Помимо глобальных, обсудили и некоторые локальные вопросы. Например, работников предприятия заинтересовало строительство, начавшееся на территории Кшавшского сельского поселения. Михаил Игнатьев пояснил, что эти земли отданы в аренду для реализации проекта «Этническая Чуваша». В ходе разговора была затронута тема очевидей к детским медицинским специалистам. Частная ситуация была взята на контроль, но предь, посоветовал Михаил Игнатьев, лучше пользоваться услугами электронной регистратуры, значительно упрощающей запись к врачам. В целом диалог с коллективом состоялся, а руководство предприятия получило положительную оценку не только за стремление к высоким производственным показателям, но и к здоровому образу жизни своих сотрудников. Я хочу отметить, что предприятие социально ответственность, все социально-бытовые условия для работающих здесь организованы. И следующий момент. Очень приятно, что некурящим на этом предприятии допал, вылачивает определенные бонусы. Родион Архипов, Андрей Шоклев. Республика. Сегодня главе Чуваши представили нового управляющего дирекции ВТБ. Этот пост занял экс-руководитель крупных банковских структур Константин Киргизов. На встрече глава республики и руководители банка обсудили перспективы сотрудничества. Топ-менеджеры намерены совместно с правительством развивать инвестиционные проекты региона. Михаил Игнатьев отметил, что к республике банковские структуры проявляют все больше интерес. А недавно в Чебоксарах был созданный крупный сервисный центр. Благодаря эффективному взаимодействию органов власти и банков возможно добиться ощутимых преобразований в экономике республики. ВТБ уверены, что у Чуваши есть неплохой потенциал для развития бизнеса. Оценили гости и эффективную работу властей по управлению бюджетом. В перспективе банкиры планируют наладить сотрудничество с предприятиями агропромышленного комплекса. Исходя из тех встреч, которые уже состоялись у нас с ведущими бизнесменами региона, мы видим очень серьезную поддержку, все отмечают очень серьезную поддержку главы республики именно в сохранении и приумножении того бизнеса, который на сегодняшний день уже сформирован, защита их интересов. И для нас это является безусловным плюсом для того, чтобы мы спокойно можем инвестировать дальше средства в эти компании. Главы российских регионов оценили успехи Чуваши в сфере строительства. О перспективах развития этой отрасли говорили накануне в Кремле. На очередном расширенном заседании Государственного совета Владимир Путин поручил усовершенствовать законодательную базу в сфере строительства. Президент страны указал на необходимость развития жилищной кооперации и снижения процентных ставок по ипотеке. На заседании рассмотрели перспективы развития Государственного компенсационного фонда. Эта структура необходима для страхования обманутых дольщиков. Владимир Путин призвал не снижать темпов строительства жилья. В нашей республике строители обеспечены работой на ближайшие 10 лет. В Чувашии сейчас реализуются 56 проектов комплексной застройки территорий. Планируется ввести не менее 7 миллионов квадратных метров. С начала реализации национального проекта «Жилье», начиная с 2006 года, на самом деле были приняты дополнительные решения по дополнительному стимулированию строительства жилья. Это ипотечное кредитование, это и государственный жилищный фонд, это субсидирование за счет регионального бюджета 4% ставки по кредитам, которые оформляли через наши коммерческие банковские организации, наши нуждающиеся в жиле и ряд других решений. Задача наша – снимать максимально бюрократические проволочки, сдерживающие факторы, открыто, публично предоставлять земельные участки для строительства микрорайонов. Нам очень нравится высокая степень благоустройства в Чебоксарах. Мы не раз, наша делегация приезжала и областного центра, и с правительства Пензенской области. Мы видим по темпам ввода жилья, мы в прошлом году опередили Пензенскую область, хотя у нас мы тоже неплохо строим, и всегда мы в Привозском федеральном округе с Чебоксарами, с Чувашией идем где-то рядышком. Чувашия сегодня развивается и развивается успешно, это радует нас. В этом году начнется газификация за Волжья. Сейчас ведется проектирование газопровода и газораспределительной станции в поселке Кокшамары. Проектно-сметная документация должна быть разработана до конца 2016 года. В этом же году планируется начать строительно-монтажные работы. Их сметная стоимость 657 миллионов рублей. Газпром Межрегионгаз построит 52,5 километра межпоселкового газопровода. Еще 20 километров газораспределительных сетей будут построены за счет средств республиканского и муниципального бюджетов. Потребители газа за свой счет должны провести внутридворовые газопроводы до цокля домовладения, приобрести и установить внутридомовое газовое оборудование, приборы учета газа, системы вентиляции и отопления. Проектом предусматривается газификация почти 2,5 тысяч домовладений и 5 котельных. В текущем году начнется и разработка проектной документации для заволжского поселка Сосновка. Более 16 тысяч квадратных метров в Чебоксарах планируется засадить цветами. Первые цветники в этом году были оформлены уже к 9 мая в местах, где проходили мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. В 2016 году в столице республики планируют высадить более 900 тысяч штук цветочной рассады. Из них около 700 тысяч выращены в степлицах зеленстроя. Остальные 200 тысяч будут закуплены. Сейчас началась подготовка вертикальных цветочных фигур к посадке однолетников, обтяжка каркасов сеткой и набивка их землей. Идет подготовка почвы в цветниках, рахление и перекопка. Всего на обустройство цветников и клумб в 2016 году будет направлено 25 миллионов рублей. Сразу после информационного выпуска «Республика» смотрите интервью по существу. Гость студии – исполнительный директор некоммерческого партнерства «Активный город» Георгий Богуславский. Речь пойдет о первой чувашской воздушной экспедиции «Чебоксарская кругосветка», посвященной столетию со дня рождения Алексея Моресева. В Русском драматическом театре очередная премьера. На сцене – «Женитьба» пьеса Николая Васильевича Гоголя. Наша съемочная группа побывала на генеральной репетиции и узнала, какие сюрпризы ждут чебоксарского зрителя. Вдруг какие-то остановки будут, так что не пугайтесь. Может быть, даже какие-то повторы будут. Вечером чистый прогон. Давайте, готовьтесь на начало. Режиссер-постановщик Владимир Красотин дает последнее наставление трупе. Сегодня одна из последних репетиций и уже завтра премьера, к которой готовились целый год. Занавес открывается и действо начинается. Совершенно невероятное событие в двух действиях. Такую характеристику произведению дает сам автор. Впервые пьесу поставили в конце 19 века. Но и по сей день она с успехом идет на сцене многих российских театров. Мастерски рассказанная бытовая история, наполненная яркими и даже карикатурными образами, не теряет актуальности. На сцене русского драмтеатра пьеса ставилась не раз. В разное время в ней блистали самые известные и талантливые актеры Чуваши. Спектакль был в постоянном репертуаре около 15 лет. И вот после перерыва он вновь вернулся на сцену. Сегодня наравне с заслуженными артистами играют и молодые актеры. Роль главной героини Девушкина Выдания Агафьи Тихоновны исполняет Юлия Дедина. Образ такой интересный, комичный. Пытается из себя показать очень красивую, умную, образованную девушку. А на самом деле там особо-то ничего нет. В этом и комичность заключается. Я принесла сюда, наверное, какие-то образы, которые я вижу в зеркале. Когда перед зеркалом стоишь и что-то себе там придумываешь, представляешь. Большую роль в восприятии постановки играют декорации. Над костюмами и элементами интерьера трудились не один месяц. Есть там такие, знаете, треограники в оформлении, которые применены в зеркала. Вот в этом как раз есть загадочность Гоголя. Отражение в зеркалах, это у нас в жизни тоже так же, оно там меняется. Может там появится совершенно другой образ. Гоголь такой гипертрофированный, какой-то загадочный, какой-то, знаете, очень интересно над ним работать. Окунуться в гоголевскую атмосферу и прожить историю вместе с героями можно будет уже завтра. А в будущем спектакль войдет в репертуар театра. Так что увидеть классику сможет любой желающий. Татьяна Леонтьев, Алена Алтухова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня Международный день музеев. Он отмечается более чем в 150 странах, а инициатором его проведения выступила наша страна, в которой насчитывается около 2700 только государственных музеев. Сколько в России частных, общественных, школьных сокровищниц подсчетам не поддается. Недавно наша съемочная группа побывала в школе деревни Шаймурзина Батревского района, где действуют сразу два музея. Истории деревни и Геннадия Айги. Геннадий Айги тогда еще Лесин. Родился в Шаймурзине в 1934 году и учился в этой школе у своего отца, учителя русского языка и литературы. Фотографию поэта до сих пор на стенде выпускников-отличников. Книги на чувашском языке издавались рано, но потом в одно время он перестал издавать на чувашском языке, потому что уехал из Чувашии, поселился в Москве, поступил в Московский литературный институт, где познакомился с великими поэтами, русскими поэтами, с Михаилом Светловым, Борисом Пастернаком. Музей Айги создан стараниями Марии Ильиничны, тогда директоры Шаймурзинской школы и ее учеников. Все стенды оформили своими руками. Остальные экспонаты, книги поэта на разных языках, подарили музею сам Геннадий Николаевич, его родственники, многочисленные друзья, издатели. Совсем скоро начнутся каникулы и Мария Ильинична планирует обновить экспозицию, подреставрировать планшеты, а заодно и реконструировать музей истории села, расположенной в соседнем помещении. Говорит, что ученики очень интересуются тем, как жили их деды и прадеды. В этом году год человека труда. Я особый акцент сделаю вот к таким стендам, где у нас тут все заслуженные колхозники, почетные колхозники. Тут список будет. Вот много лет проработавшие на ферме, в сельском хозяйстве, механизаторы тут у нас. Елена Кальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Дыхательная гимнастика для похудения, солевая терапия и промежуточные замеры участниц проекта. А также полезные заветы от косметолога, мастер-класс по визажу и комплекс упражнений. Смотрите сегодня в 21.00, четвертый выпуск программы «Весомая личность». Смотреть программы национального телевидения можно дома, на даче и в отпуске. Такую возможность предоставляет компания «Инфолинка» интерактивный сервис Lime HD. Как это сделать, смотрите в нашем репортаже далее, затем вас ждет еще полезная информация. Юльга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Lime HD – это 210 цифровых каналов и несколько интерактивных сервисов. Попкорн предоставляет возможность бесплатно смотреть тысячи фильмов, список которых ежедневно обновляется. При этом их не нужно скачивать. Для детей есть сервис Kids Club. Ребенок может смотреть как новинки, так и знакомые родителям с детства советские мультики или петь в караоке любимые песни. Есть караоке и отдельно для взрослых. Разнообразие развлечений дополнено онлайн-кинотеатром Иви с бесплатным доступом к фильмам, сериалам и телепередачам. Сервису YouTube. Телевизор можно использовать как браузер, подключив к нему мышь и клавиатуру, или как проигрыватель файлов с USB-носителя. Те, кто пропустил любимые передачи, могут воспользоваться сервисом архив телеканалов. В течение пяти дней программы, в том числе и национального телевидения, доступны для телезрителей. Также есть возможность просматривать видеоархив национальных телеканалов с помощью мобильного приложения Lime HDTV. Также на интерактивном телевидении с помощью медиа-центра от нашей компании. Если вы хотите для начала проверить, как работает приложение, компания Инфолинк предоставит вам такую возможность. Приставку интерактивного телевидения Lime HD можно бесплатно протестировать в течение 10 дней. Просматривать программы национального телевидения можно и на компьютере, и на телевизорах Smart TV. Доступ возможен с помощью специального приложения, которое устанавливают специалисты компании Инфолинк. Наша компания выпустила приложение для Smart TV телевизоров компании LG и Samsung, которые также имеют возможность предоставлять своим пользователям просмотр национальных телеканалов. Любой абонент нашей компании имеет возможность бесплатно скачать приложение Lime HD на персональный компьютер и ввести бесплатный просмотр национальных телеканалов. Просматривать телеканалы в цифровом качестве можно и на компьютере. Достаточно скачать приложение для персонального компьютера. Доступ к приложению возможен через личный кабинет пользователя, в котором он осуществляет скачивание программного запечения. Далее, согласно предложенной инструкции, осуществляет инсталляцию данного программного запечения. При первоначальном запуске требуется ввести авторизационные данные, которые предоставляются в офисе компании Инфолинк. В курсе местных новостей и телепрограмм можно быть и путешествуя с телефоном или планшетом. Для этого необходим интернет, который предоставляет любой провайдер, как в нашей стране, так и за рубежом. И приложение Lime HDTV, которое можно скачать и установить с Google Play или App Store. Компания Инфолинк имеет уникальную возможность предоставлять всем, кто этого хочет, просматривать национальные чувашеские каналы на любой сети интернет, то есть на любых устройствах. Это и телевизоры, как кабельное телевидение, так и интерактивное, мобильные устройства, планшеты, смартфоны. Также любой пользователь сети интернет имеет возможность бесплатно просматривать национальные телеканалы с помощью бесплатного мобильного приложения Lime HDTV. Варикоз. Это слово повергает многих людей в ужас. Варикозным расширением вен страдает до 40% прекрасной половины человечества и 20% сильного пола. И с каждым годом количество страдающих этим заболеванием увеличивается. Но варикоз не приговор. С ним можно и нужно бороться. В клинике Медик созданы все условия для лечения варикозных болезней. У пациентов все больше интересует удаление вены, которое бы сопровождалось минимальной травматизацией тканей, минимальными разрезами или вообще их отсутствием, отсутствием наркоза и сделать так, чтобы пациент потом встал и пошел домой. Виталий Александров уже 15 лет страдает варикозным расширением вен. И, как он сам признается, долго не мог решиться на операцию. Я самолечением долго занимался. Мазями всякими, дорогими, таблетками. Боялся. Недавно в газете вот это объявление увидал, прочитал, что они новые технологии проводят лазером. Вот решил позвонить. Один из методов лечения варикозной болезни – лазерная коагуляция вен. Сама процедура представляет собой небольшой прокол кожи в просвет варикозной вены, куда под контролем ультразвуков вводится световод. Энергия лазера, воздействуя на внутреннюю поверхность сосуда, запаивает его. После этого кровь идет через здоровые вены. А главная лазерная операция проходит быстро и безболезненно. Лазерная коагуляция получила название «офисная хирургия». Сам процесс занимает около 40 минут. Операция проводится под местной анестезией. Через 2-4 часа пациент самостоятельно покидает клинику. Процесс восстановления и реабилитации занимает не больше недели. На это время пациенту может быть выдан больничный лист. Виталий, как самочувствие? Хорошо. Никаких болевых ощущений не было. Буквально через пару часов Виталия отпустят домой. И уже спустя 5 дней он сможет сесть за руль своего авто. В клинику Виталию будет нужно приходить лишь на перевязку. Как и Элли Святковой. Ей сделали операцию месяц назад. А к привычному ритму жизни Элла вернулась спустя одну неделю. Я доверилась врачам. И теперь не жалею абсолютно. Я очень довольна, что так все нормально прошло. Этой операции нет никаких недостатков. В настоящее время в клинике Медик создана система оказания помощи пациентам с заболеваниями вен нижних конечностей, которая включает в себя диагностику, консервативные и хирургические методы лечения. Это позволяет сократить время пребывания в стационаре до одного дня, проводить их безболезненно, малотравматично и безопасно. Хотите вернуть свои здоровые и красивые ножки? Тогда вам сюда. Клиника Медик работает без выходных, без обедов и без очередей. Не откладывайте заботу о здоровье и красоте ваших ног. Запишитесь на прием к врачу-флебологу по телефону 23 77 23. Редактор субтитров А.Семкин